Так, ну давайте теперь истории жизни следователя. Как там, может быть, замануху такую сделать, как любят там, из середины выдернуть текст. Но у меня сценария нет, я все вспоминаю, поэтому попробуем из середины. 9 мая, ну или 8 мая, в преддверии 9 мая, 2005 год, мы охраняем территорию вокруг Шереметьево, та, которая к Солнечногорскому району относится. И вдруг информация, то есть оттуда собираются приехать президенты различных стран, и информация проскальзывает по рации, нашли пусковую установку самолета сбивать в лесу, и там патроны, там гильзы и так далее. Возле Шереметьево, ничего себе, возле Глиссада, да, где самолеты взлетают, приземляются. В ужасе, там чуть ли там не сам министр едет, выезжает, там в ужасе все, там все руководство подрывается. Так это из середины. Теперь начнем с самого начала. 2005 год, легко вспомнить, я следователь, и, соответственно, мне тут подфартило. 2005 год, если бы я был, не знаю, ведущим программы на Медне, да, Леонидом Парфеновым, я бы сейчас сказал, 2005 год, нефтедоллары текут огромной рекой, каждый день количество олигархов, состояние олигархов растет, доллар, рубль более-менее стабилен, народ, благосостояние народа растет, а мировые лидеры на 100% доверяют Путину и считают его своим коллегой. Пример так и было в 2005 году, годовщина победы, 60 лет, и огромное количество мировых лидеров, не сравнить, как сейчас. Захотели приехать, ну, поздравить, во-первых, страну, во-вторых, лидера страны, да, Путина. Ну, на самолете многие прилетали в Шереметьево, и нас поставили, то есть весь личный состав, все, опера, участковый, ППС, все, кто только можно. Даже кошку, там, которая у нас в отделении жила, вот, на первом этаже, даже ее форму надели и тоже взяли с собой. Вот, то есть сказали всех вообще, вот, кроме тараканов и мышей. Ну, кстати, как оказалось, и крыс отправили туда тоже. Вот, и так, всех направить. Единственное, мне повезло, я следователь, да, один. Вот, ну, остальные следачки, основные девчонки, их не трогали. Я следователь, ближайший к месту, да, потому что я в отделении работал не в отделе. И я один, то есть я тусил с руководством. Вот, в Лунево была у нас база, и, как бы, если что-то случается, уже тогда следователь работает. А все остальные должны были просто стоять в пределах видимости под каждым кусточком, под каждым столбом. Вот, там, людей не пускать, проверять. Ну, там, в общем, задача была просто тупо стоять. Чтоб там, я не знаю, мировые лидеры, а еще, скорее всего, даже просто проверяющие, чтобы видели, да, что, о-о-о, все, охрана, безопасность. Ну, и вот, я следователь, мне повезло, мне не надо было стоять. Я тусил с руководством, вот, в, по-моему, здании администрации поселка Лунево. И рация, вызов, то есть, ну, представляете, да, огромное количество мировых лидеров собирается прилететь, каждый кустик охраняется, и тут вызов. Какой-то хренов, не знаю, генерал или полковник залетный решил сам походить по территории и находит пусковую установку, да, чтобы пускать стингеры, и там, а, те, следы от выстрелов. И шухер по рации, там, я говорю, чуть ли не спецназ выдвигается, чуть ли там не замминистра выдвигается. Ну, полетели, естественно, я и руководство полетели первым делом туда, там, нам недалеко было. Приезжаем, он нам показывает. Бог ты мой, вот что вот у руководства, как будто, вот, правда, с возрастом действительно проблемы какие-то. Человек вроде полковник там, я просто не помню, кто там был. Вот, короче, это 9 мая, да, примерно, ну, может, 8. Вот, зимой горочка и деревянный настил, то есть, явно видно, вот, с горочки зимой сбили эти доски, просто сбиты треугольником, там, градусов 30, 40, 45, то есть, явно видно, с горки съезжали и как по трамплину прыгали, то есть, люди, вот, то есть, это просто, и у этого в башке, что это пусковая установка для стингеров, там, чтобы, ну, поставили на нее, там, ракету, чтобы удобненько было, и самолет летит, там, с президентом Германии, и его сбить. Вот у него что в голове. Ну, ладно, что делать, осмотр места происшествия составляет, да, деревянный настил, там, 40 градусов и так далее. Уже, ну, даже сил нет просто называть это тупостью. Дальше, в сторонке бутылок куча разбитых и гильзы от охотничьего оружия. То есть, явно видно, люди пришли в лес, там, давным-давно, постреляли бутылки, остались эти гильзы. Тоже протокол осмотр. То есть, у него, то есть, туда, там, я говорю, из Москвы люди выехали, там, спецназ или кто-то, ФСБ, там, и так далее. У него в голове помутнение произошло, или он хотел выслужиться перед кем-то, не знаю. То есть, он деревянный настил для лыжников, трамплин, он опознал, как пусковую установку для стингеров, а гильза от охотничьего оружия, типа, как подготовка, то есть, люди готовились здесь, там, совершить какой-то теракт. Вот. Вот такие вот истории. То есть, мне хоть повезло, люди, там была, я помню, прохладная погода, люди, говорю, под каждым столбом стояли, ветер был такой пронизывающий. Вот. А мне хоть повезло, я следователем только перевелся, как раз 2005 год, и, ну, немножечко пользовался своим служебным положением, да, что у следователя немножко иные обязанности. Но вот это вот, сколько вот этой вот глупости в полиции, ну, вот этой вот, не нужно. То есть, ну, грубо говоря, да, даже сотрудники полиции обычные, они никому нафиг не нужны. Их просто как расходный материал используют. Желательно еще, знаете как, желательно поиспользовать их как расходный материал, а когда они лет 15 отработают, ну, больше 10, они уже начинают многое понимать, да, осознать. Это так, первые 5 лет можно работать чисто на энтузиазме, особенно молодежи. Вот. А через 10 лет уже начинаешь о пенсии задуматься и так далее, многое понимать. И задача какая? Придраться до тебя, до чего-нибудь и уволить, чтобы ты пенсию свою не получил. Потому что, ну, реально, можно пенсионером стать в полиции в 40 лет без проблем. Вот, 20 лет выслуги, да, вот, если льготное там есть. Вот, в 45 вообще можно реально. То есть, я, вот, считайте, я в школу милиции поступил в 17 лет, да, плюс у меня в УБОПе там 3 за 4 шло, а где-то идет год за полтора. То есть, вот в 40 иметь стаж выслуги, да, даже у меня было бы в 37-20 лет. То есть, 25 иметь в 40, да, стаж выслуги, в 45 вообще без проблем. И все, и можешь получать уже свою пенсию. А задача государства сейчас такая, чтобы человек отработал лет 15, его найти, за что уволить по статье без пенсии. И уволить. Потому что сотрудники полиции, вот, даже те ОМОНовцы там, которые там избивают митингующих, женщин ногой бьют в живот, да, но они не понимают самого главного. Они в команду, да, бить людей они понимают, но они не понимают самого главного. Во-первых, что рано или поздно с ними поступят так же. И они потом, да, вот появляются, эти, заявления ОМОНовцев, там, или СОБРовцев, или Росгвардейцев периодически, да. Вот, а еще смотрите, какой момент-то интересный. Вот сейчас полиция, да, ну, на таком низком уровне, честно говоря, что даже обидно. А я-то, когда освободился, да, не мог найти работу. Мало того, что ментов, да, нигде не берут, на работу не любят, так еще и судимых, да. Вот, ну, сам себя вроде сделал себе карьеру. А вот эти же самые ОМОНовцы, Росгвардейцы, вы же рано или поздно будете уволены, еще, там, ладно, на пенсию, а если по статье, и будете искать себе работу. И люди будут видеть, что вы работали в ОМОНе, в Росгвардии. А вы хоть и смеетесь, я еще раз, сейчас вне политики эта тема, но смеетесь, да, над Навальным и над его молодежью. А эта молодежь уже сейчас им, да, когда им там 5 лет назад было, по 14, 16, 18, а сейчас им 18, 20, 23. А через 10 лет им будет 30 лет, и они уже будут активные политически. И вот так вот вы же сами потом, то есть, а таких, ну, сторонников Навального, не рассуждая правильно это, неправильно, да, сторонников Навального, ну, огромное количество по стране. И они со временем тоже станут и работниками, и руководителями. И как вот вы будете себя работой искать, когда, ну, вот вы особенно сотрудники Росгвардии, да, которые, ну, действительно, то есть, у которых полномочий моря, да, которые могут и удостоверение там не показывать, и вести себя беспредельно, и значки заклеивать, да, вот. Как вы потом, через 10 лет, когда ваш статус-то ниже, ну, в народе и так Росгвардию не любят. Полицейские еще ладно, там, оперов участковых ценят, ну, понимают, уважают, там, да, ну, работа есть такая, вот. Да и ППСник тоже по улице ходит, но все равно они, это работа. Вот, а Росгвардия с их количеством неадекватных прав, с невозможностью отследить там какие-либо важные моменты, как вы собираетесь, то есть, ну, за 10 лет Росгвардия себя дискредитирует так, что, если вот в трудовой книжке увидят, работал в Росгвардии. Все, извините, вы нам не подходите. Вот это 100%. И так-то, говорю полицейскому, очень сложно после увольнения куда-либо устроиться, если связи никаких особенно нет. Ну, вот, вот это обидно, потому что, с одной стороны, да, тупости вот это процветает, надо же, вот, ну, трамплин для лыс, я никогда не ездил, ну, не любитель лыс, не любитель трамплинов, но это же сразу понятно. И что по бутылкам постреляли из охотничьего оружия, это сразу понятно. Нет, сразу надо такой шухер было устроить там, просто, как муравейник, вот, знаете, если взять лопатой, воткнуть муравейник и кинуть в сторону, вот что там начнется, да, если микроскоп смотреть, вот, примерно, то же самое началось. А на деле просто руководитель остался, ну, оказался просто дурак, который даже, ну, не умеет мыслить разумно. Продолжение следует...